Управление Министерства по независимых ситуациях в Беларуси и России сегодня провели суместные вучения на приграничной территории. Они включали ликвидацию наступства у дорожно-транспортных оздоровения с уделом трех автомобилей. Бортовальники обменялись передовым опытом и продемонстрировали сучасные технические сроки. По дробязни расскажет Максим Савин. По легенде вучения у намежей Беларуси и России отбылось тяжкое ДТЗ. Есть поранены, до того же на дороге разлито палево. Ускладняя ситуацию затор транспорту, який из-за наступства здарения растягнулся на три километры. Назвычайная ситуация потребовала применение усяго сучасного арсенала, что есть зараз на службе у беларуских и российских воротовальников. Подъездные шляхи до места здарения контролюются с высшением с допомогой двух квадрокоптеров. Картинка в режиме реального часа передается на великий экран. Это на мове специалистов называется авиационной разведкой. За по двух боков десятки транспортных сродков, воротовальники, специалисты химичной службы, медики и психологи. Суместные вучения такого масштаба отбылись у першиню. При любой чрезвычайной ситуации это все вывозится. На любую чрезвычайную ситуацию, будь то загорание, пожар или ДТП. Взяли на себя функцию спасания при чрезвычайных ситуациях, при ДТП. И я скажу, мы жизни людей спасаем, и это не десятки, не единицы, а сотни жизней. Каждое утро старший оперативный дежурный, главный управление МЧС России по Брянской области организует взаимодействие с оперативно дежурным МЧС по Угомельской области. Это каждый день проходит обмен оперативной обстановкой, особенности которой ситуация складывается при граничных районах. Ну а характерные риски для нас это, естественно, лесные пожары, торфяные пожары и дорожно-транспортные происшествия. В ротовальнике поспехово отпрацевали навыки по деблокированию подзарпелых за аутотранспорту, оказанием первой медицинской и психологичной допомоги, ликвидации наступства у разлива палева. С техничного пункту Гледжане передовые технологии есть и у России, и у Беларуси. Такие суместные улучшения дозволяют обмениваться в опытом и взмацнять контакт по межпожарно-воротовальными подразделениями для взаимодействия при границе.